Здравствуйте! Людям, навсегда запертым в офисах, посвящается путешественник Алексей Мочелов, журналист, ко всему прочему, в ближайшей перспективе писатель, вернулся после удивительного вояжа в Волок-Закавказье. Лёш, здравствуй! Добрый день! Я регулярно позванивал Лёше и спрашивал, живой? И он живой, и машина живая. Я изумлён тому, что он вернулся. Ну, Лёш, а теперь всё по порядку. Ну, скажем так, я не имел морального права не вернуться, потому что я был всё-таки организатором этого мероприятия. И, скажем, под своё честное имя я затащил в это самое Закавказье без малого 20 экипажей. Ну, в общем и целом, это 40 с лишним человек. Можно себе представить, какая ответственность лежала на мне. Поэтому, в общем и целом, сгинуть в горах Закавказья было никак нельзя. Это мотострелковый взвод на наши деньги. 40 человек. Ну, я в этом ничего не понимаю. Как, в общем-то, всегда я всяческим спецслужбам говорю, что я нигде не служил, не служу и служить не буду. Поэтому я ничего не знаю. Поэтому хожу по минным полям исключительно, как говорится, интуитивно. Ты так, географию этого вояжа вкратце, чтобы все понимали, откуда и куда? Значит, предыстория данной экспедиции следующая. В прошлом году мы одним единственным, одним единым экспедиционным маршрутом замкнули все наши северокавказские республики. То есть, мы стартовали в городе Новороссийск и прямо по хребтам прошли до Дербента. Соответственно, не объезжали даже горячие точки. То есть, прошли через Ингушетию, через Дагестан. Да, согрелись и прекрасно финишировали на Каспийском море. Вот. И в день финиша администрация города Дербент, между делом, мне намекнула о том, что, Алексей, вот у нас в следующем году 200-летие вхождения Дербента в состав Российской Федерации. Дербента или всего? Ну, вот именно вот этой части Дагестана, скажем так. Ну, там речь шла конкретно про Дербент. Вот. И не хотели бы вы в следующем году как-нибудь приурочить какой-нибудь свой экспедиционный проект под это дело. Ну, а дальше, в общем, как говорится, ну, логика сама подсказала, куда нужно двигаться. Надо было просто, опять же, стартовать из Дербента и замкнуть тем самым наш кавказский воеж через закавказские республики. Вот. Но, конечно, полностью замкнуть маршрут невозможно на Новороссийск назад, потому что через Абхазию, к сожалению, из Грузии в Абхазию попасть на машине законным путем нельзя. Вот. Поэтому мы решили, что мы пройдем через Азербайджан, Армению и Грузию и финишируем во Владикавказе, что, в общем, достаточно, ну, красиво и правильно. Тем более, что, по сути, город Владикавказ был как бы оплотом нашего завоевания кавказских регионов. За исключением тех лет, когда он был в Рженикидзе. Ну, да. Скажи самое главное, в Чечне-то были или нет? Или объехали стороной? В этот раз мы были там только транзитом. Некоторые люди, когда ехали на место старта и все. Но, как бы, я с каждым годом пытаюсь своим примером показывать, что ничего в этой прекрасной республике страшного нет. И уж транзитом через нее ездить точно можно. Вот. В этот раз, вот, из 20 экипажей несколько особо буйных таки было, которые проехали через Грозный и заодно туда заехали, посмотрели и так далее. Ну, в общем, в целом... Живой департам иногда встречается? Ну, честно сказать, ни разу не встречал. Ну, говоря, что он там живет. Да, да. Я там за последние полтора месяца раз в две недели пил кофе, но на Депардье, к сожалению, по улицам Грозного не ходит. Значит, и таким образом, значит, зародился вот этот наш проект Волок-За-Кавказе. Ну, естественно, я перед нынешней экспедицией там неоднократно бывал. И перед тем, как туда привезти столько людей, естественно, я тут также поехал на разведку и в одну машину прошел данный маршрут. Естественно, это в духе на экспедиции Волок это совершенно не паркетные, не асфальтовые дороги. Это всяческие высокогорные тропы, на которых, в общем, даже местных людей встретить достаточно сложно. И многие местные даже и не в курсе, что есть такие пути, как говорится, у них в горах. Тем более под машину. Ну, в общем, тем более под достаточно стандартные внедорожники, потому что, ну, на Кавказ мы как-то так не очень сильно акцентировали вопрос на размерах колес, на воздухозаборниках, на каких-то водных преградах или еще на чем-то. В общем, в целом, намерение наше было, в первую очередь, созерцательно как-то изучить Закавказские республики, в какой-то степени окунуться в гастрономический туризм, ну и так далее. Ну, в общем, изначально мы не планировали какого-то сумасшедшего экстрима. Понятное дело, что он все равно был, понятное дело, что все равно часть машин была разложена на запчасти и оставлена в разных сервисах и так далее. Но вот на сегодняшний день, на день сегодняшнего эфира уже, в общем и целом, все машины вернулись в порт приписки, все экипажи живы-здоровы. Даже женские. Да, даже женские, хотя, как я говоря, это впервые за историю Волоку. У нас был чисто женский экипаж, где и пилот, и штурман, соответственно, дамы. Вот, правда, обе дамы очень такие опытные дамы, но факт остается фактом. Ну, как бы, на них, конечно, все смотрели слегка косо, особенно с учетом ментальности закавказских республик. Вот, но при всем при этом это не мешало пройти первый этап. И вот на втором этапе, ну, на границе, скажем, между первым и вторым этапом, уже так порядочно приложить машину об камень Toyota Hilux и остаться без переднего привода, ну, то бишь, остаться в заднеприводном варианте. А на моноприводном автомобиле, в общем, продолжать движение было практически бесполезно, потому что, ну, маршруты, хотя и не тяжелые, но горные. А в горах, в общем, ну... Все четыре колеса играют роль. Да-да-да, есть нюансы, да, как говорится. Вот, поэтому, в общем, падеж техники некий был, досталось, в общем, и всем в какой-то степени. Как всегда, лучше всех себя чувствовали лонг-крузеры, поддержанные сотые. Сотые. Сотые народов. Да-да-да, вот уж, как говорится, сколько времени прошло с тех пор, как их перестали выпускать, а они ездят и ездят, и, в общем, даже как-то на них неинтересно смотреть и неинтересно рассказывать. Вот, а я же, соответственно, как организаторскую машину получил в Rolf Mitsubishi Pajero 4 и... Дизель-бензин. Дизель 3.2, 200-сильный, и, соответственно, на нем я прокатал, всю предварительную разведку, а потом еще проехал вместе со всеми остальными участниками. Итого у меня получилось 14 тысяч километров в общей сложности, из них 8 по горным серпантинам, причем это без асфальта. Вот, так что все, естественно, ждали, и уж в Rolf, и тем более с замиранием сердца, когда же, наконец, данный автомобиль не доедет, но он доехал. Вот, я сейчас прямо перед тем, как прибыть в вашу прекрасную студию, был у одного, мягко скажем, очень серого дилера, ну, даже не дилера. Независимого. Да-да-да, очень, да, в таком серьезном сервисе, который, по сути, занимается подготовкой Pajero к Rally Raid. Ну, и вот заодно они проверили машину на профпригодность, посмотрели, что я ее оторвал. И, ну, в общем, мы в целом развели руками, потому что с технической точки зрения автомобиль оказался полностью исправен, но в считывании любых ошибок показалось, что все нормально, вся подвеска на месте. Ну, понятное дело, что подсели слегка амортизаторы, понятное дело, что ничего не осталось от пластикового обвеса. Вот, были согнуты в бараний рог там все возможные защиты. Ну, то есть, визуально машина выглядит сейчас не очень хорошо, я бы сказал. Не парадно. Да, не парадно, да. То есть, на работу ездить можно, но ставить нужно за углом, чтобы, как говорится, коллеги не показывали пальцем. Вот, но при всем при этом ездить на работу можно. Заводится, едет, и причем имеет полный привод. Да-да-да, это, конечно, поразительно. При том, нужно же понимать, что Pajero выпускает практически эту машину без заменения последние 15 лет, да, потому что разница между третьим и четвертым Pajero, в общем-то, небольшая. И достаточно обидно вскрыть такую надежность данного автомобиля через 15 лет после начала ее выпуска. И самое главное, практически уже перед снятием ее с производства. В общем-то, можно было жить долго и счастливо и ездить на этом автомобиль. Кстати, может быть, они его и не снимут, может быть, они из него сделают Pajero 5, потом 6, потом 7. Такое у них тоже бывает. Ну, бывает, но, честно говоря, мне кажется, что все-таки уже дальше некуда, потому что все-таки машина порядочно подустарела по именно эксплуатационным в основном характеристикам, да, потому что если брать за точку отсчета там такие параметры, как там комфорт, шумоизоляция или еще что-то, то, в общем и целом, автомобиль уже прошлого века. Перерыв на новость. Алексей Мочилов, Волок, Закавказье вернулся. Да, в общем, мы уже здоровались. Рад тебя видеть. Каждый раз рад. Как говорится, продолжим песню о главном. Вот, в общем, подавляя черту под выносливостью Pajero, в общем, не хочется как бы, чтобы моя, скажем, похвалеба этой машины была совсем уж такая прям похожая на некую рекламу, но общая сложность – это сам факт того, что автомобиль вернулся в целости в Москву, и это уже очень почетно. И самое главное, что он позволяет сейчас ездить на нем каждый день по городу, но тоже второй день как. Вот. И особо как бы не спешит ехать в сервис. Это очень важно. Вот. А о том, что дороги жесткие, в общем-то, я думаю, что любой человек, который хотя бы раз в жизни был или в Армении, или в Азербайджане, или в Грузии, в общем и целом, мог себе представить, на что похожи горные серпантины, которые без асфальта. То есть это, ну, мало того, что это просто грейдерная дорога, так еще вдобавок в нее как бы вмонтированы огромные валуны, и, ну, Кастотряс просто сумасшедший. Опять же, Паджерик, он далеко не очень комфортный автомобиль, то есть он плотненький, жесткий, такой, больше ближе к раллийным болидам, поэтому, если ты на нем ездишь, там, ни день, ни два, там, недели две, то от этой вибрации, ну, в общем, в целом, уже начинает как-то все, все везде чесаться, как говорится. То есть машина зубодробильная совершенно. А если бы ты был на Defender? Я лучше бы не был бы на Defender. Это один из тех случаев, когда я совершенно не жалею, что мой Defender отдыхает на севере. На Кавказе, на самом деле, делать на нем нечего. Я на одном из погранпереходов, а их у меня было, я не знаю, штук 10, наверное, за вот этот месяц, разговаривался с грузинским, как это, сотрудником, ну, с паспортистом, наверное, так правильно сказать. А он оказался тоже нашей джиперской формацией, и он, когда увидел Pajero, он увидел, значит, то, что на ней организаторские наклейки, значит, он прокомментировал это так, что, говорит, вот у нас в гора, говорит, Pajero это идеальная машина, особенно если она трехдверная. Потому что на всяческих соревнованиях, триалах и так далее, вот именно трехдверки, они практически вне конкуренции, потому что машина очень устойчива к опрокидыванию, при всем при этом она прочная, позволяет на ней вот именно так брать таким, как-то задорным горским нахрапом, вот, и при этом машина не разваливается. Это очень ценное качество. То есть, естественно, понятное дело, что есть и более проходимая, более прочная машина, но вот этот вот баланс между управляемостью и прочностью, и еще вдобавок проходимостью, это удалось, в общем-то, немногим. И именно по этой причине до сих пор в ралли-рейдах четвертые Pajero далеко не редкий гость. Понятное дело, что в призах они приезжают крайне редко, но как машина такого среднего, скажем так, уровня, или как тренировочная машина, машина, в общем, очень достойная. Достойная. При всем при этом, в большинстве своем они ездят практически в стандарте, в категории продакшн, где, в общем-то, изменения по ходовой части запрещены, и там меняются только, ну, всяческие амортизаторы и так далее. Ну, то есть, по сути, машина та же. Поэтому каждый человек, который сейчас стоит в пробке на Pajero, ему должно быть приятно, что он, в общем, простаивает в этом городском коллапсе, слушает нашу радиостанцию. А мог бы на Дакаре сейчас отстегивать? Да, ну, на Дакаре уже, конечно, не надо отстегивать на этом автомобиле. Все-таки уже времена меняются, и последние победы были, в общем-то, уже без малого 10 лет назад у данного автомобиля. Но все-таки, как говорится, генетика есть генетика. Вот, ну, в общем, и целый разговор-то, на самом деле, у нас не совсем о машине. Да, кстати. Да-да-да, об экспедиции. Просто так как экспедиция автомобильная, понятное дело, что машина – это такая неотъемлемая часть. Значит, сложность данной экспедиции по Закавказью была в политическом, на самом деле, аспекте. Потому что, в принципе, закольцевать так маршрут, проехать из Азербайджана в Армению, а потом в Грузию, невозможно. Потому что между Арменией и Грузией до сих пор состояние войны и границы закрыты. Да, я оговорился, прошу прощения. Вот, значит, состояние войны, и, соответственно, границы закрыты. Поэтому для того, чтобы попасть из Азербайджана в Армению, нужно выехать сперва в Грузию, а потом заехать уже из Грузии в Армению. Но тут есть один тонкий момент, что я-то на разведке проехал, и у меня в паспорте, соответственно, есть азербайджанская печать, потом Грузинская, а потом армянская. И тут я вместе со всеми участниками, с 20 машинами, подъезжаю опять на азербайджанскую границу. Они открывают мой паспорт и видят то, что у меня двухнедельной давности армянский штамп. Вазутчик. Ну, в общем... Или гад ползучий. Ну, как говорится, дело пахло керосином капитально, потому что они имели право, пограничники имели право меня просто не пустить. То есть всех остальных они не могли не пустить, потому что все вроде бы чисты. А я вроде как шпион. И я был подвергнут достаточно таким продолжительным допросом, таким, зачем едешь, куда едешь. Пришлось, в общем, быть не очень честным человеком, скрывать то, что мы едем опять потом в Армению. Но, правда, мне кажется, они все равно все поняли, потому что они очень быстро раскусили сайт Волока. Там, естественно, есть некая карта. Но спецслужба Азербайджана не подали виду, что они, в общем, все поняли. Но все равно для вида меня мурыжили часа три и еще двоих наших участников, которые там оказались тоже штампы Армении за предыдущие годы. Никогда не был Штирлис так близок к провалу. — Да, то есть я уже, на самом деле, прямо разработал план, как я буду управлять экспедицией из Дербента. — Из тюрьмы в Азербайджане? — Ну, как бы сильно арестовать-то права не имели, но все равно это неприятный такой момент. Вот, и, в общем, погранпереход из Дагестана в Азербайджан у нас занял практически целый день. То есть из двухнедельной экспедиции выкинуть день на погранпереход, это безумно обидно, конечно. — То есть в самом начале еще, как только вас с помпой на старте отпустили, вы доехали по дружелюбному Дагестану и уперлись как раз в границу между нашими государствами. — Да, и, кстати говоря, хочется отметить то, что погранпереход как раз вот между Дагестаном и Азербайджаном, он всегда славился своей безумной коррумпированностью и сложностью пересечения границы. Но вот с годами ситуация все-таки пусть медленно, но меняется. То есть, скажем, даже пару лет назад все было гораздо жестче. Сейчас и машин меньше в очереди стоит, и сама по себе, скажем, вот эта вот процедура пересечения границ немножко так стала упрощаться. Хотя все равно по-прежнему там ошивается просто дьявольское количество каких-то серых личностей, которые пытаются там с тобой заехать на территорию границы. То есть, стоишь в очереди, просто открывает, человек проходит мимо, открывает дверь и садится к тебе в машину. Говорит, я с тобой, говорит, заеду. Ты говоришь, нет. И все. А дальше начинаются такие уже достаточно на повышенных тонах, ну, не угрозы, но очень такой жесткий разговор. Ну, они психологи, они же там, они это каждый день делают. Вот. И, в общем, ты начинаешь вагонять их просто, кричать, что там везешь каких-то наркодилеров и так далее. Да, они вроде разбегаются. А подоплюг это их прорывы в машину в чем? Очень сложно понять, что они там делают и какие махинации они проворачивают. Но факт остается фактом, что вот когда стоишь в очереди перед, на российской стороне, перед азербайджанской границей, огромное количество каких-то странных мужчин пытаются проникнуть на территорию границы вот именно так вот. То есть, как бы не на своей машине, не пешком, хотя там есть пешеходная граница. Вот. Вот, а именно проехать с тобой. Вот так же очень там навязывают перевести там алкоголь, там сигарет или еще что-нибудь. Понятное дело, что тебе за это ничего не сулят, ну, так, чисто по доброте душевной. Смотрят, у тебя добрые глаза. Вот почему бы не помочь? Люди все хорошие открыты. Да, а то, притом мы пересекали границу во время поста, то есть, во время священного месяца Рамадана, и это никому не мешало перевозить с помощью таких челноков, как мы алкоголь. Вот. Но границу все-таки преодолели. Да, границу все-таки преодолели, и хочется отметить то, что как ты только попадаешь на азербайджанскую сторону, ты понимаешь то, что, в общем и целом, отделение Закавказья от Российской Федерации пошло скорее им на пользу, потому что азербайджанская сторона выглядит просто потрясающе. То есть, там разбиты сады, там ходят совершенно такие опрятные, такие красивые пограничники. Ну, то есть, там вот порядок сумасшедший. То есть, контраст между российским КПП и азербайджанским, он такой же, как между Советским Союзом и Европой был. Ну, вот можно так вот примерно описать. То есть, грубо говоря, у нас там чуть ли не вагончики, а там мрамор и так далее с павлинами. Асфальт-то есть? Все есть. Все нормально. Значит, и поэтому ты когда туда попадаешь, понимаешь то, что, в общем, в целом, самое страшное позади. Я, кстати, когда на разведке ехал, мне даже пришлось познакомиться с начальником таможни азербайджанской, потому что меня машину не хотели туда пускать. Я же ехал не на своем автомобиле, а Паджеро оформлен на юрлицо. Притом у меня есть там все генеральные доверенные с правом выезда из Российской Федерации и так далее. Но для Азербайджана это никак не указ. То есть, для того, чтобы попасть туда на подобном автомобиле, нужно с границы на такси съездить в Баку, оставить залог и потом вернуться на границу за машиной. Алексей Мочилов. В Волоке за Кавказе мы как раз прервались на том, как тебе предложили на такси в Баку съездить, чтобы нести залог за машину. Да, это без малого 200 километров от границы до Баку. Какая маленькая страна. Да, и самое главное, ну, конечно, можно представить себе то, что каждый путешественник возит с собой просто целый чемодан с деньгами, да, но залог за машину вряд ли кто-то с собой берет. Вот, по этой причине, естественно, нам пришлось пойти к начальнику таможни и с ним поговорить по душам. Естественно, после, там, я не знаю, десятой чашки, наверное, чая и прекрасного ужина с начальником таможни, заметьте, да, опять же, восточные уже такие штуки пошли. Попробуй с российской таможни чаю попить. И пообедать. Да, да, да. Вот, соответственно, выяснилось, оказывается, то, что есть некая лазейка, что если ты заявляешь свое посещение Азербайджана как транзит, а это три дня, то, в принципе, никаких проблем, никаких залогов не нужно. Тебе просто оформляют временный ввоз и через энное количество дней, когда ты выезжаешь с той стороны, даже если ты просрочил время пребывания в Азербайджане, ты платишь штраф порядка 20 евро и все, и, в общем, никаких проблем. Но вот эти вот все нюансы, их надо как бы знать желательно заранее, потому что у нас только в составе экспедиции было четыре машины, оформленные на юрлицо. То есть, если бы каждый из нас ездил на такси в Баку, это было бы очень весело. Вот. Ну и вообще, в Азербайджану отношение самое замороченное оказалось с точки зрения вот именно и юридической, и человеческой, потому что, ну, как бы, не зря азербайджанцы, по сути, как это, свои национальные профессии избрали всяческие рыночные отношения, да, в прямом и переносном смысле. Вот, поэтому даже если ты едешь сильно в горных районах, и ты там где-то остановился, и с тобой начинают говорить, в любом случае проскакивают именно экономические вопросы, да, а сколько стоит твоя машина, а кто вам за это платит, а зачем вы едете, вот, ну и так далее. Вот такие вот, даже если тебя приглашают в дом, и так далее, все равно идут какие-то такие вот интересные разговоры. Попытка прицениться. Да, да, да. То есть, народ пытается понять мотивы, да, то есть, если на всем другом Кавказе, да, практически в любой другой республике, к тебе относятся как гостью, и обычно не задают лишних вопросов, ну, ждут, что ты сам все расскажешь. Но здесь именно такие вот экономические, точные вопросы. Вот. А у меня был даже такой случай, я его не стал себя в жужи описывать, потому что я еще был очень такой возбужденный в тот момент, потому что я вообще как-то после этого думал, что я вообще не поеду больше никогда в жизни в изюмачам. Вот. У меня был конфликт прямо на дороге. Я меняю колесо, останавливается каток. Ну, такая вот... Ехал по делам. Да, да. Техника, которая укатывает асфальт. А тут, соответственно, выходит такой уже весьма в годах азербайджанец. Сперва, если задает традиционные вопросы, там, как дела, чем помочь и так далее. Вот. А потом меня спрашивают. Ты, говорит, подарки мне привез. И все. Я вообще не знал, как надо реагировать, потому что я 10 лет каждый год езжу по Кавказу, но такого я еще никогда не слышал. Я говорю, какие такие подарки? Он говорит, ну как, ну ты едешь из Москвы, говорит, приехал к нам сюда. Говорит, а подарки, говорит, ты мне привез? Вот. Ну, я, естественно, развел руками. Говорю, ну как бы не подумал. Простите. До следующего раза. Да. Вот. На что дяденька смотрит. У меня здесь стоит сумка с футболками. У нас как униформа такая, у участников экспедиции. Он смотрит, стоит такая целая стопка футболок. И прямо он так, не задумываясь, так начинает, говорит, подари там и так далее. Ну, то есть вот такие вот вещи, они всем другим республикам они совершенно не свойственны. Вот. Поэтому вот Азербайджан, при всем, при том, что это, конечно, только одна страна, скажем так, немножко не очень позитивная, да, но он все равно остался такой вот некий осадок, ну, скажем так, не совсем уютности в душе, да, потому что ты не просто приехал в гости, да, а вот как-то на тебя все смотрят, как на дойную корову, да. То есть за вход в каждый там, неважно, какой музей, все равно два моната, это два евро примерно. Ну, вот за каждый чик ты все равно платишь. То есть Баку безумно дорогой город, еда, по сути, тоже чаще всего достаточно дорогая. То есть вот дешево и вкусно, поесть в Азербайджане сложно. Да, можно поесть дорого и вкусно, но дорого это будет как в Москве. А заправиться? Топливо стоит в Азербайджане дешевле, чем в России, но во всех остальных закавказских республиках заметно дороже, чем в России. Вот. При этом топливо в Азербайджане гораздо более качественное, чем в Дагестане. И поэтому, когда мы выезжали из Дербента, и нас сопровождали сотрудники ГИБДД на границе, аж вот так вот мы были, как это организованы администрацией Дербента, мы попросили завести нас на самую лучшую заправку, нас привели на АЗС, и гаишники честно сказали, говорят, вот вы заправьте так, чтобы вам хватило до границы, простоять границу, и вот первый километр в 50, говорит, от границы отъехать. А вы заправьтесь уже там, говорит, зачем вам вот здесь рисковать, зачем, вот у вас же такие хорошие машины, с таким тонкой топливной аппаратурой, ну зачем вам это? Вот, так что, в общем, как говорится, если ехать в Азербайджан, то, конечно, нужно вот приготовиться к тому, что это будет, так скажем, немножечко напряженно с психологической точки зрения, и главное, что это не будет дешево. Вот, при всем при этом, как ты только попадаешь на ту сторону границы, сразу же фрукты в развалах, в нереальном количестве, любые там, ну, в общем, я даже не могу все это перечислить, потому что, опять же, стоя в пробке, это сложно слушать, вот, но я могу сказать так, что за первые 50 километров у нас у каждого экипажа полмашины было завалено всяческими ящиками с персиками и так далее, потому что вот это как раз недорого, это никому не нужно, они выращивают сельхозпродукции гораздо больше, чем могут потребить сами, и это, конечно, в этом отношении рай. Плюс к тому Каспийское море, ну, в общем, жить там можно, жить там можно. И, кстати говоря, так как я в Баку первый раз попал тоже лет 10 назад, прямо на глазах видно, как расстраивается город, насколько он становится таким, ну, прям совершенно фешенебельным. С одной стороны, конечно, уходит аутентичность, во многом даже вот старый Баку и так далее, он уже не такой, не такой, скажем, атмосферный, как он был раньше. То есть Бекмамбетову переснять бриллиантовую руку скоро будет негде. Ну, да, придется уже немножечко сменить. Декорации как-нибудь сделать. Ну, все равно еще пока что есть что смотреть, и самое главное, что туда стоит съездить, как минимум на выходные, если летать на самолете, вот прямо очень рекомендовал бы. Потому что, опять же, инфраструктура вся прекрасная, город красивый, народ достаточно дружелюбный, и опять же, вкусно. Вот, а вот ездить на машине по Баку очень не рекомендовал бы, потому что это единственная Закавказская республика, где движение реально агрессивное. То есть ты, когда едешь по улицам города, ты всех бесишь, потому что ты едешь все равно в другом ритме, даже если вы привыкли ездить по-московски так широко и вальяжно, да, так быстро и агрессивно, все равно это ничто по сравнению с тем, как ездят в Баку. То есть там режут все, сигналят все, при этом ты едешь на достаточно дорогом автомобиле, тебя может совершенно спокойно зарезать там старая ржавая шестерка, еще обматерить тебя из окна и так далее. То есть, в общем, в этом отношении не очень приятно. То есть ни в Тбилиси, ни в Ереване подобного в принципе нет. Вот, поэтому Баку такой город, скажем, контрастов, я бы сказал. Вот, не всем понравилось. И поэтому у нас среди участников очень сильно разделилось мнение вообще и об Азербайджане, и об Баку. То есть, если, скажем так, Грузии понравилось 95% участников однозначно, то вот Азербайджан 50 на 50. И это на самом деле такой, ну, в общем, хороший звоночек с точки зрения, скажем, ваших планов каких-либо путешествиях. То есть, если у вас тонкая душевная организация, и вы очень как бы чутко относитесь к тому, как вот с вами общаются местные, как вам отвечают продавцы в магазинах и так далее. Ну, Азербайджан я бы не очень рекомендовал. Сидите дома тогда. Да, да, да. К тому же по-русски понимают только поколение, кому за 40. Молодежь говорит только либо по-азербайджански, либо по-английски. Я общался со стариками. Все говорят, что, в принципе, если у молодого человека есть английский и русский, у него прям зеленая полоса будет всю жизнь. То есть, он всегда найдет, где работать и так далее. Но многие представители подрастающего поколения не говорят ни на каком, кроме азербайджанского. И поэтому какая-либо коммуникация очень сильно затруднена. И, кстати говоря, у меня даже сложилось такое, скажем, наверное, немножко обидное определение вообще касательно всего Азербайджана, что все, кто могли уехать, уехали. С русским языком. Да. Вот все, кто могли оттуда уехать, реально все уехали. Потому что населения реально немного. Мужское население, которое особенно живет в районах, чаще всего отличается безумной ленью, и они ничего не делают. То есть, работают женщины в основном. И, ну, у меня было много диалогов разных с местными мужиками. И, ну, спрашиваешь, ну, а почему вот сейчас вот разгар рабочего дня вы вот сидите и ничего не делаете? Они говорят, ну, говорит, как бы работы нет. Я говорю, ну, как же нет? Ну, вот, можно туда пойти работать. Ну, видно же, там все равно есть и кафе, и рестораны, и гостиницы. Причем они сами же говорят, что нет рабочих рук, там, ну, и работать некому. Ну, они говорят, а там мало платят. Я говорю, ну, вы пойдите и поработайте хотя бы за то, что платят. Нет, мы не будем так отработать. Мы будем семечки лоскать и так далее. Ну, в общем, есть вот такие определенные перегибы. Поэтому люди, видимо, более-менее предприимчивые и способные к труду, они давно уехали, в моем понимании. Вот, либо они живут в Баку. Но, как я понимаю, в Баку в основном живет административный аппарат и люди, приближенные к власти. Ну, хорошо живут. Опять же, экономика такая очень специфическая. Нефтеналивная. Ну, в общем, да. Хотя, когда ты переезжаешь через границу в Грузию, например, сразу видно, что у кого есть нефть, а у кого нет. Вот Азербайджан, в отношении, он очень нарядный такой. Ну, видно, что все сделано на показ. То есть, у нас деньги есть, как говорится. Переезжаешь в Грузию и сразу все становится скромнее. Хотя в Грузии, например, все равно выглядит очень нарядно и богато по сравнению с Арменией. Потому что, когда ты попадаешь в Армению, у тебя прямо сразу становится их жалко. Вот просто жалко. Потому что каждый армянин, опять же, старше сорока, все безумно скучают по Советскому Союзу, очень жалеют о том, что Союз распался. Горбачеву приходится очень нелегко с той стороны. То есть, я думаю, что такого количества проклятий он не слышал никогда в свой адрес. Сколько вы услышали мы за несколько дней пребывания в Армении. Ну, и, в общем, видно даже по домам, что раньше в Пресс-Советском Союзе жили там реально хорошо. А сейчас, ну, села полупустые, как бы в горных районах там как-то сельское хозяйство более-менее живет. Но все равно, скажем так, есть некое такое уныние во всем. И, опять же, вот ты встречаешь любого человека, и он тебе сразу говорит. Да, ты вы из Москвы, да, я тоже был в Москве, у меня полсемьи живет в Москве и так далее. Или там ссылки идут на Сургут, на Ханты-Мансиск, на любой город российский. Но вот эта вот наша взаимная связь, она просто настолько огромна, что ты как будто не за границу поехал, а вот в какой-то наш очень удаленный субъект федерации. И именно по этой причине в Армении очень доброе отношение к русским. Потому что все понимают, что без России, в общем-то, современная Армения вряд ли бы смогла бы существовать. Перерыв на новости. Алексей Мочилов и его грандиозное путешествие в Волок за Кавказе. Мы из Азербайджана резко метнулись через Грузию в Армению. А теперь подробно и про Армению, и про Грузию. Значит, хотелось бы отдельно рассказать немножко про всяческие полицейские вопросы. Так как я организатор, мне очень сложно удержаться в каких-то законных рамках движения, естественно, по скорости и так далее. В общем, приходится так или иначе, рано или поздно что-нибудь нарушить. Ну, естественно, идешь там все время плюс 10, плюс 20, плюс 30 километров в час от разрешенной. При всем при этом в районах ни в Азербайджане, ни в Армении, ни в Грузии никто быстро не ездит. Вот это вот прямо удивительно. То есть после нашего Северного Кавказа, когда ты попадаешь за Кавказ, ты понимаешь, что там просто народ никуда не спешит. Скажем, разница между движением в Дагестане и в Азербайджане примерно раза в два по скорости. То есть если на Бакинской трассе, которая пересекает весь Дагестан, машина, носящаяся по скорости под 200, это нормально. Ну, то есть как бы либо 40, либо 200. Именно поэтому там такое количество аварий обычно. Потому что разница в скорости сумасшедшая. То, когда ты попадаешь в Азербайджан, все едут 80. Нирвана. Да. На самом деле, почему все едут 80? Потому что на всех более-менее современных машинах потому что, как я понимаю, отсекается время проезда определенного участка, потому что, как таковых, радаров почти нет. И народ свято боится вообще, в принципе, куда-либо спешить. В каждом номере стоит чип и все. И все под колпаком, как говорится. Поэтому такие вот путешественники, как мы, мы, в общем, там как белые вороны. То есть у нас нет чипа. Лихие белые вороны. И мы, соответственно, свободны. Вот как только попадаешь в Грузию, там за скорость, в принципе, тебя никто не трогает. Там могут трогать за все, что угодно. За сотовый телефон, там, за какие-то, ну, мелочи жить, за ремень, например. Но за скорость тебя никто не трогает. Ни радаров, ничего вообще нигде нету. Никто ни на что не обращает внимания. Вот меня, например, оштрафовали за то, что я разговаривал на ходу по мобильному телефону. Причем это увидели краешком глаза два полицейских, которые стояли на мосту. Далеко от тебя? Да, они просто смотрели на воду. Вот, это проезжает, соответственно, я где-то вдали. И они увидели. Они меня-то таки догнали. Штрафовали на 10 лари. Это рублей 200 примерно на наши деньги. Значит, 20 минут писали на меня протокол. Все было, понятное дело, очень вежливо, все красиво. Спорить с ними бесполезно. Я разговаривал с местными жителями, с журналистами, с грузинскими. Все говорят, что спорить с полицией не просто бесполезно. Это даже небезопасно. Потому что, если спорить с ними горячо, то это сразу квалифицируется как сопротивление сотруднику полиции. И это грозит уже гораздо более тяжелыми посредствиями. И то же самое касается неоплаты штрафа. Я был предупрежден о том, что его надо оплатить обязательно. И когда переезжал через границу, он у меня уже был оплачен. При пересечении границы у меня уже в личном деле, я прям сам видел, был, как висел мой штраф. И пограничник был очень рад, что у меня все оплачено. Если бы я не оплатил, то эта сумма через 30 дней начала бы расти в геометрической прогрессии. И, ну, опять же, по слухам, бывают случаи, когда человек приезжает в следующий раз, он свободно заезжает на территорию Грузии, а потом ставится перед фактом, что штраф из 200 рублей вырос в 40 тысяч рублей, и хорошо бы его заплатить. Машину можете оставить здесь. Да, то есть, в общем, но есть чего на самом деле учиться. То есть, ну, вот я прям вот на всю страну могу сказать, что я являюсь злостным неплательщиком штрафа, хотя бы из-за того, что мне банально неудобно, некогда и неохота этим заниматься. Но если бы каждый раз, когда я улетаю и прилетаю из нашей страны в какую-нибудь командировку, на, скажем, на границе, просто так вот выезжал бы штраф, я мог бы его прям тут же оплатить в соседнем окошке, как это сделано в Грузии, я бы, наверное, оплачивал все свои штрафы. Потому что это реально сделано удобно. Это вот очень приятно, потому что я на границе стою просто в очереди, пошел и оплатил. Это бы специальное окошко, куда надо оплатить. Да, да. То есть сделано, на самом деле, все очень удобно. То есть есть некий, конечно, такой тоталитаризм с точки зрения того, что полиция однозначно права, а протестовать штрафы невозможно. То есть ты можешь подать в суд, но суд скажет то, что мы не имеем каких-либо причин не доверять сотруднику полиции, поэтому мы все равно виноваты. То есть доказать о том, что ты не говорил по телефону, нельзя. Не нужно никаких видеозаписей, ничего. Полицей сказал, что ты говорил по телефону, значит, ты говорил по телефону. Вот и все. То есть вот наша презумпция невиновности в Грузии не работает. Вот. А в Армении, наоборот, там меня останавливали несчетное количество раз, потому что все радары у полицейских машин, а полицейских машин там примерно так же, как таксистов. Их огромное количество. А настроены на скорость плюс 10. То есть, соответственно, если ты едешь под знак 40-51, тебя уже догонят и остановят. Любой там непротертый номер или еще что-то прям однозначно остановят. Но при всем при этом меня ни разу никто не оштрафовал. Потому что, во-первых, они очень вежливые, во-вторых, они весьма гостеприимные. И когда ты вроде, ну, как бы достаточно по-доброму с ними разговариваешь, они тебе желают счастливого пути, просят больше не нарушать и все, и отпускают. Поэтому каждая страна, и вот вроде бы они все соседи, вроде бы расстояние очень маленькие между ними, а очень разное отношение полиции к дорожному движению, и уж тем более к таким путешественникам из далекой стороны России, как мы. А экипировка и машины какие у них? Ну, все очень на хорошем уровне. Соответственно, весь Азербайджан ездит на трешках BMW, вся полиция. Поэтому текать от них бесполезно точно. Соответственно, вся Грузия ездит на Шкодах Октавии, а Армения как получится. Очень в почете Toyota Corolla у полиции. Ну, все равно машина свежая. То есть на полиции никто не экономит. Ни там, ни там, ни там. А, кстати говоря, с точки зрения прохождения границы, армянская граница самая безалаберная с точки зрения документа оборота, потому что ты проходишь паспортный контроль и так далее все за 20 минут, а потом ты 40 минут оформляешь временный ввоз автомобиля, платишь за это достаточно чувствительные деньги, там, по 3 тысячи рублей, по-моему, с машиной получается, только за то, что ты въедешь на своей машине в Армению. Но самое забавное, что когда ты выезжаешь назад, ты должен заплатить еще раз уже за вывоз автомобиля. Но там гораздо меньше суммы, там, может быть, ну, я цены, говорю, достаточно приблизительно, может быть, там порядка, там, тысячи рублей ты платишь в кассу за то, что ты выезжаешь. И вот не заплатить за выезд тоже нельзя, тебя просто никто не выпустит. Ну, и самое главное, что это восток-восток. Я, например, на границе был свидетелем, как чешский турист на Шкоди-Ете ехал в Армению. Но он же славянской национальности, поэтому мы с ним худо-бедно могли друг друга понять. Он стоял в очереди часа три, наверное, вот на оформление, на временный ввоз, а его все дальнобойщики обходили слева-справа без очереди и оформлялись. А он стоял такой вежливый, такой вот, ну, такой чистый европеец. Я ему говорю, сунь, говорю, документы, говорю, проходи. Нет, вот он стоит и говорит, ну, я же не могу, говорит, без очереди. Я говорю, они, говорю, приехали позже тебя, говорю. Вот, в общем, очень-таки, ну, Кавказ есть Кавказ. То есть тут нет такого понятия, что там в порядке общей очереди, да. Ну, вот ты пришел, соответственно, надо всех обогнать, подрезать, подойти, передать и так далее. Кстати говоря, очень показательная граница потом из Грузии в Россию, потому что Верхний Ларс, это на самом деле позор просто вообще для России и для Грузии. Этот погранпереход, он просто ужасен. Ну, во-первых, он круглосуточный только в летнее время года, а зимой он работает либо вообще не работает, если какие-то лавиноопасности, либо работает только в светлое время суток. И плюс к тому, там устраиваются сумасшедшие очереди. И вот там ты как раз видишь, какая народность может стоять в очереди, а какая нет. Вот когда из Грузии въезжаешь в Россию, значит, вот смотришь, там грузинские машины стоят в общей очереди, российские машины стоят в общей очереди. А вот осетинские машины, чеченские машины, дагестанские машины валят по встречке сразу. Просто грузинские полицейские тут же всех разворачивают и в хвост колонны, но если такая же очередь на нейтральной полосе, там же уже нет грузинских полицейских, там забивается все. И встречная, и встречная обочина забивается, и там сумасшедшая давка, мордобои и так далее. В общем, это просто какой-то ужас-ужас. Поэтому, если, опять же, у вас нету тяги к подобным приключениям, вы не любите снимать драки водителей на мобильный телефон, то лучше, конечно, прилетать в Тбилиси на самолете, наслаждаться прекрасным городом, брать машину на прокат и ездить, соответственно, по достаточно проторенным тропам. Конечно, в Саванетию вы особо не заедете на прокатной машине, но там сейчас так развивается туризм, что я думаю, что еще год-два, и можно будет уже куда угодно заехать. Кстати говоря, раньше же Грузия была российской колонией, ну, как и все Закавказские республики, а теперь Грузия – это американская колония. Это очень хорошо видно по туристам. Потому что, когда приезжаешь в основные вот такие туристические объекты, ты сразу видишь людей в фисташковых шортах. Но американского туриста можно отличить за 3000 километров. Это очень прямо видно по лицам. И, соответственно, вся инфраструктура уже настроена на них. Огромное количество каких-то мини-гостиниц, ресторанчиков и так далее. Даже в труднодоступных местах, про которые до сих пор еще по старинке ходят, там байки о том, что в ту же самую местью забраться невозможно. Американцы уже добрались. Уже асфальт, все хорошо. Алексей Мочилов, Волок, Закавказье.